This conference will now be recorded. 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 This conference will now be counted. Работали, выдали займы контрагентам. Возможно, есть у нас такие сотрудники, которые берут денежные средства под отчет и совсем не хотят отчитываться. Не возмещают нам причиненные ущербы или имеется переплата по налогам и взносам. Все это в сумме мы с вами как раз видим в строке 12.30 бухгалтерской финансовой отчетности. Если дебиторская задолженность у нас к вами не будет погашена в сроке, который вы увидите немножечко позже, это означает, что мы с вами можем ее отнести к внерездационным расходам. Я сейчас обращаю ваше внимание, что в бухгалтерском учете, конечно же, это также будет безоговорно речь на расход, но мы все-таки говорим о налогообложении. Перед вами пункт 2 статьи 265. В сумме безнадежных долгов, а в случае, если налогоплательщик принял решение о создании резервов по сомнительным долгам, то есть они были уже созданы, суммы безнадежных долгов не покрыты за счет резерва. В статье 266 как раз говорится о том, что организации могут формировать, но не обязаны резервы по сомнительным долгам и безнадежными долгами или нереальными к взысканию. Признаются такие долги налогоплательщика, по которым истек установленный срок исковой давности, а также такие долги, по которым в соответствии с гражданским кодексом обязательство прекращается вследствие невозможности исполнения на основании акта государственного органа или ликвидации организации. Все то же самое более кратко, то есть истек срок исковой давности, который составляет 3 года, прекращено обязательство вследствие невозможности исполнения или ликвидирован наш дебитор, имеется выписка из государственного реестра. Списание дебиторской задолженности оформляется актом о списании, дебиторской задолженности, и к нему прилагаются те первичные учетные документы, на основании которых она возникла. Я обращаю ваше внимание, мы говорим о налоговом учете. В налоговом учете бухгалтерские документы необходимы. На основании как раз этих документов мы с вами делаем записи, а уже, скажем, те статьи, которые вы видели, они относятся к главе 25-й налог на прибыль, говорится о том, что же с ними делать. Гражданский кодекс в статье 196 пункте 1 как раз говорит о том самом сроке исковой давности, который составляет 3 года. Многие из вас знают, что срок этот исковой давности мы можем с вами продлевать, и продлением срока исковой давности могут служить такие документы, например, как акты сверки расчетов с контрагентами. Но этот срок не может продлеваться бесконечное количество времени. И вы видите, пункт 2 как раз говорит, что срок исковой давности не может превышать 10 лет с даты нарушения права. Ну, давайте рассмотрим. Я подготовила три примера. Они достаточно все нетрудные, но, возможно, да, возникнут у вас дополнительные вопросы. Будем разбираться с более трудными вещами. У нас имеется с вами дебюторская задолженность покупателя Парии. Составляет она 120 тысяч, и 20 декабря, может быть, этого года, может быть, предыдущего, срок исковой давности истек, мы эту задолженность не имеем. Я обращаю ваше внимание, что дебюторская задолженность есть у нас на последнее число месяца, в котором у нас заканчивается отчетный налоговый период. Таким образом мы с вами поступим. В составе МАКС писания дебюторской задолженности отразим сумму непогашенной дебюторской задолженности, по которой истек срок исковой давности в составе прочих расходов в бухгалтерском учете, в составе вне реализационных расходов в налоговом учете. Вы видите, что мы с вами как раз, ну, можно так сказать, обнулили счет 60 по 0,1, и больше никого не обманываем, никаких у нас денег в расчете или сомнительной задолженности нет. Также мы с вами в обязательном порядке, но это уже касается бухгалтерского учета, отражаем на забалансовом счете сумму дебюторской задолженности, так сказать, на всякий пожарный случай. Вдруг когда-нибудь нам ее погасят. Эта сумма на забалансовом счете должна отражаться в течение пяти лет с момента ее списания. В бухгалтерских программах не автоматизированы процессы списания дебюторской задолженности, но есть там некие документы корректировка долга. Конечно, прям распечатать такой акт в красивом виде, какой он должен быть, не получится, но тем не менее, дебюторскую задолженность писать можно будет документом корректировка долга. Рассмотрим еще один пример. Теперь уже с поставщиком. Есть у нас поставщик, видимо, недобросовестный. Мы ему заплатили аванс, а он, видимо, ничего нам не поставил, и денежные средства возвращать отказывается. Перед вами как раз такой счет, на котором мы с вами учитываем авансы, выданные поставщикам, и хотелось бы тут немножечко утруднить, усложнить наш пример. Давайте мы с вами представим, что когда-то получили от этого поставщика счет-фактуру на аванс, по которой как раз приняли к налоговому вычету налог на добавленную стоимость. Счет 76ВА, тот самый счет, на котором мы с вами отразили эту операцию, но когда-то очень давным-давно вторая часть проводки была отражена по дебету счета 68.02. Это означает, что мы с вами уменьшили НДС в бюджет. Акт списания дебюторской задолженности мы с вами составляем, отражаем сумму непогашенной дебюторской задолженности и списываем ее со счета 60.02. Вспоминаем, что нужно отразить эту сумму на забалансовом счете. И, конечно же, вопрос, что делать с налогом на добавленную стоимость, который мы приняли к налоговому вычету. Мы с вами налог на добавленную стоимость приняли к вычету. Мы с вами сейчас в расходы включили сумму в размере 120 тысяч рублей, но несправедливо, по мнению налогового кодекса, поэтому нужно восстановить налог на добавленную стоимость, который мы с вами принимаем к вычету, который ранее был принят к вычету с аванса, выданного поставщику. Счет 68.02 включит в себя сумму налога на добавленную стоимость в размере 20 тысяч рублей, который увеличит наш платеж по налогу к уплате в бюджет. А 76.02 у нас с вами нет следов больше контрагента-поставщика ООО «Ларь», точно так же, как и на 60-м счете 0.02. Следующий пример. Есть также покупатель и истек срок исковой давности все та же самая сумма 120 тысяч рублей. Но я здесь рассматриваю пример с резервами по сомнительным долгам. Допустим, мы с вами когда-то его создали. Может быть, даже по нашим доходам от реализации мы с вами всю сумму долга смогли учесть в резерве по сомнительным долгам. Может быть, по нормативу она у нас с вами прошла. В таком случае, наверное, я напомню, каким образом у нас с вами вот этот вот счет и этот оборот или сальдо начальное кредитовое сформировалось. То есть мы когда-то с вами сделали проводку дебет 9102, кредит 63. Сформирован и учтен в расходах резерв по сомнительным долгам. Вот такую задолженность мы с вами в балансе не видели, потому что 63-й счет – это счет контрарный, то есть он корректирует свой основной счет. В таком случае в бухгалтерскую финансовую отчетность у нас попадала сумма задолженности покупателя за вычетом суммы, на которую мы с вами сформировали резерв по сомнительному долгу. То есть баланс у нас с вами был ноль. В расходах уже давным-давно учтены те самые резервы по сомнительным долгам. Поэтому в настоящий момент у нас с вами никаких расходов не возникает. Мы с вами списываем дебетовскую задолженность за счет ранее созданного резерва. Дебет 63, кредит 62.01. И также в обязательном порядке на забалансовом счете мы с вами отражаем эту дебетовскую задолженность. Уважаемые коллеги, есть у нас еще один момент, про который мы с вами не должны забывать. Этот момент не что иное, как дебетовская задолженность, которая у нас с вами может возникать в расчетах с взаимозависимыми лицами. Взаимозависимые лица у нас с вами указаны в статье 105.1 Налогового кодекса. То есть это такие лица, которые могут повлиять на, соответственно, принятие наших решений. Если мы с вами списываем такую задолженность, то видите, на слайде как раз написано нормы Налогового кодекса, а в частности главы 25 это делать не запрещают. Но я обращаю ваше внимание, что судебное решение не на нашей стороне, не в пользу налогоплательщиков. Есть риски, по которым мы с вами можем пострадать. И контролирующие органы могут признать расходы по списанию дебетовской задолженности в отношении лиц, которые могут оказывать влияние на условия и результаты сделок неправомерными. В частности, нас могут обвинить в завышении негализационных расходов, в занижении, естественно, налоговой базы по налогу на прибыль, доначисление будет грозить нам налога на прибыль и, соответственно, пение, которое нам начислят в случае, если будет доначислен налог на прибыль. Уважаемые коллеги, я обращаю ваше внимание, что это и не только мы, с вами, вы также можете с этим познакомиться материалом на курсе налогообложения. Два курса ближайших я здесь написала, 29.05 по субботам, 28.06 в будние дни. Полное расписание вы можете посмотреть на странице курса на специалист.ру И также наш учебный центр предлагает комплексные программы, в том числе и по программным продуктам 1С. Этот курс входит в дипломную программу, бухгалтерский учет, полные курсы, бухгалтерский учет, расчеты о заработной плате. Разнообразное обучение формы наш учебный центр вам может предложить, может с нашими менеджерами связаться. И также хотел бы рассказать об открытом обучении, которое все вы не очень любите, но тем не менее это, на мой взгляд, самое продвинутое, самое прогрессивное обучение, когда вы занимаетесь в своем режиме, в своем ритме, а преподаватель постоянно находится в аудитории, и у него достаточно большое количество времени, чтобы уделить вам лично внимание, в том числе, может быть, по тем вопросам, которые не входят в программу курса. Если вам интересна консультация наших специалистов, то вы можете отсканировать промо-код и, соответственно, заполнить форму. Уважаемые коллеги, я вижу в чате вопросов нету. Как-то очень быстро наш мастер-класс подошел к концу, но давайте буду ждать, наверное, от вас вопросы. Может быть, есть какие-то более трудные примеры, которые нам нужно рассмотреть. Пока я расскажу, что в нашем учебном центре очень хорошо налажены контакты преподавателя с сослушателями. Все учебные материалы размещаются в личном кабинете. Также вы можете на страничке преподавателя посмотреть различные видео по, может быть, предыдущим мастер-классам. Также ознакомиться с информацией по направлениям, в том числе, бухгалтерский учет и налогообложения. Если личного кабинета у вас нет, то вы можете пройти быструю регистрацию. Сделать это можно в течение буквально 30 секунд. И вот таким образом выглядят кабинеты слушателей. То есть есть закладочки с курсами, не только теми, которые предстоят или текущие, но и в том числе законченные. Можно перейти на страницу группы. И именно на странице группы познакомиться со всеми теми материалами, которые по какому-либо конкретно взятому курсу размещены. На странице группы уже сейчас нашего мастер-класса можно опуститься совсем вниз, увидеть вот такое сообщение от меня и пройти по гиперссылке. В гиперссылке как раз выложены те самые задачи, которые вы видели. Уважаемые коллеги, что с вопросами у нас? Да, Татьяна задает вопрос. Как часто оформляется акт о списании дебиторской задолженности? Только раз в год на 31-12-е. Нет, вот я сейчас вернусь как раз к нашим слайдам. И здесь у меня не написано, но я как раз, Татьяна, говорила о том, что списывается дебиторская задолженность в конце, на последний день оттетного в скоках налогового периода. По налогу на прибыль, в частности, мы как раз в этом контексте рассматриваем с вами 4 отчетных периода. Первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев и, соответственно, год. Если ваши сроки по списанию дебиторской задолженности приходятся на период, который относится к первому кварталу, значит, вы дебиторскую задолженность списываете 31-го, 0-3-го. Если ваша дебиторская задолженность списывается в период, любая дата с 1-го апреля по 30-го, 0-6-го, значит, вы списываете дебиторскую задолженность с 30-го, 0-6-го и так далее. В отчетных периодах вы определяете сумму налога, сумму авансового платежа по налогу на прибыль. Как раз сумма авансового платежа по налогу на прибыль, это налоговая база умножить на ставку налога на прибыль. Налоговая база будет уже сформирована с учетом той дебиторской задолженности, которую вы учли в отчетном. То есть это на 31-го, 0-3-е, 30-е, 0-6-е, 30-е, 0-9-е или в налоговом периоде. Вот у меня просто так совпало, что 20-го, 12-го подошел срок списания низковой давности, а 31-го, 12-е мы, соответственно, его списали. Если мой покупатель мне, опять-таки, должен денежное средство, то, конечно же, я не буду ждать 3 года, нет, я буду периодически, каждый год, но, как мы видели, да, 10 лет максимум, отправлять ему акт сверки, просить его подписать этот акт сверки. И если этот акт сверки подписан, значит, у нас срок исковой давности с 1 января следующего года начинает исчисляться снова с первого дня. То есть если уже вот такие вот ситуации, то есть я отправляю акт сверки, мне никто не отвечает, я не могу своего контрагента найти, то, конечно же, уже срок исковой давности начинает исчисляться с той самой даты, когда должно было произойти погашение долга. Опять-таки, с какой даты начинать считать вот этот вот срок исковой давности? Например, мы с вами можем произвести отгрузку товара, ну, скажем, 15-го, 12-го. Я так буду, может быть, в прошлое уходить, пусть это будет, допустим, 2017 год. Соответственно, срок исковой давности начинает исчисляться не с этой даты. Мы с вами открываем договор, мы с вами смотрим условия, и, может быть, мы там увидим, что оплата за товар должна быть произведена, может быть, в течение 30 дней с даты отгрузки. Соответственно, я отсчитываю, когда этот 30-й день наступил. 30-й день не считаю. И с 31-го числа начинаю уже исчислять срок исковой давности, который, конечно же, по дебютурской задолженности в моих интересах продлить, в моих интересах, соответственно, эти денежные средства, ну, может быть, даже и взыскать. Кредиторской задолженностью. Да, но с кредиторской задолженностью процедура такая же, но дело в том, что кредиторская задолженность, она у нас с вами учитывается по кредиту. Это значит, что списание ее происходит по дебету. Вторая часть проводки – это кредит 91-го, 0-1-го счета. Это наши доходы. То есть те доходы, которые мы также с вами учитываем в целях налогообложения и бухгалтерской прибыли, и налоговой прибыли. И точно так же продлеваем срок исковой давности. То есть по факту, если мы с вами списали эту дебютурскую задолженность, то, видимо, в этот же момент наш дебитор признал у себя в доходы кредиторскую задолженность, включил ее в налогооблагаемую базу для определения налога на прибыль к уплате в бюджет. Уважаемые коллеги, что-то еще, может быть, расспросите? Слежу за чатом. На всякий случай прощаюсь с Сеймой. Спасибо вам большое за внимание.